всем доброе утро прохладнее чем я думал заранее извиняюсь за свой голос почему-то на последние семь дней он меня покинул полностью и только сейчас приходит в норму без причины я вышел из дома со своим велосипедом а это значит что я сейчас поеду куда я поеду хочу показать вам один маршрут но показать вам и посмотреть его для себя сегодняшний мой маршрут стоит в одну сторону 44 километра изначально хотел ехать даже до мыса фиолент я посмотрел в интернете велосипедные маршруты и вижу что часто все катаются именно к форосу и именно вот по этому верхнему шоссе вот это который называется севастопольское шоссе на него я и уйду в районе семи и за резко поеду наверх обратно уже от фороса я вернусь по южно-бережному шоссе до дома обратно в сторону ялты ну а форовская церковь церковь высоко в горах стоит на обрыве в принципе интересное зрелище и достаточно непростой маршрут пока мы не угнали прям совсем далеко покажу вам степень наклона дороги который меня ожидает при выезде из дома наклон такой что камера плохо стоит с дома мне придется выбраться сначала четыре километра вот так вот вверх вот оттуда мой путь там внизу все ялта и когда у нас подъем закончился то нихера как вам такое когда выход из ялты не простой навигатор предложенный какой-то новый путь бутылки только что вскочили от того что пришлось дропнуть на велосипеде сильно вниз кажется яндекс карта прикалываются и нужно перейти через дорогу и пойти прямо вон туда там гора ну ладно это не вариант поеду по дороге где едутся тачки хотя там сверху забор но может быть нет тихо тихо фиксируйся яндекс откуда ты знаешь дороги а забор но сухой яндекс но сухой яндекс это называется хотел сэкономить время выехали на южно-бережное шоссе отсюда глобально начинается наш основной путь зацениваем граффити либо подзабыл что такое хорошие тягучие подъемы либо да не подзабыл кстати у меня есть небольшая новиночка в этот раз я еду вот с этой штучкой здесь время средняя скорость максимальная скорость он настроен на мой размер колеса поэтому данные должны быть верные подъем пока еще не прекращался что-то это было не просто подъем 5 километров впереди виднеется хоть какой-то спуск сейчас выйдем в более-менее хоть как-то покрасивее места и начнем болтать ну бутылочку снова ванна катится но поднимать ее нет смысла она уже разбилась из-за нее пропустил вот такой дальше спуск странный парадокс за сколько тысяч километров бутылка ни разу не падала привет подъем прикольно вообще классно так катится когда справа водопады а слева очень-очень много моря ребят запомните вон то место сейчас я вам кое-что расскажу решил остановиться поговорить что много всяких таких тем набежала на ходу говорить в пипец как схватывает глотка и очень ветрено во первых вот то место про который я вам говорил это находится скала в районе поселка семи из она уходит в море скала называется по моему кошка и там еще и скала дива вот кто из них кошка кто из них дива я не очень хорошо помню наверное в этом году там сделали смотровую то есть раньше эту гору можно было увидеть только с моря ну и она не представляла особо никакого интереса сейчас можно забраться на нее и посмотреть вниз во все стороны и так далее где-то рядышком на канале с этой зимы у меня будет еще несколько роликов именно связанных с красивыми видами в крыму и я там на велосипеде на шоссейнике на горном по-разному туда можно добраться на велосипеде с велосипедом из ближележащих поселков от своего дома от ялты и так далее и полноценно те места которые у меня сейчас будут встречаться вот в этой поездке я их ставлю в другой ролик но вот ту смотровую на скале окошко я вам покажу в этом ролике потому что я могу там просто остановиться на дороге и прям с дороги запустить коптер коптер у меня есть с собой на велосипеде он у меня лежит вот в этой вот сумке посмотреть какой на мой взгляд гениальное изобретение вот эта сумка фирмы кайлер я теперь катаюсь исключительно с их сумками у меня есть одна сумка в раму одна сумка под сиденье и одна сумка между рогами она же кстати также может делаться через плечо и два очень глубоких бетончика на руль подарок заказа не все время дают какие-то ништяки в моем случае это было вот такая вот поясная сумка ладно пока что не буду разбалтывать все что я хотел разболтать поболтаем чуть позже ну или на ходу если закончится ветер или вдруг начнется какая-то ровная дорога потому что 10 лет подряд ездили здесь на машине я все время думал что эта дорога ровная но нет эта дорога стена вверх с обрывами вниз нет дрон нихера ты меня не потеряешься но случилось то что не на юж больше всего дрон отцепился от пульта и вот теперь летишь на скалу и перед ней уходишь вверх сейчас мы уходим с основного шоссе с южно-бережного и поворачиваем направо и будем ползти 18 километров вверх в сторону церкви в форосе на вершине холма здесь должно быть уже намного меньше машин как ни странно здесь очень хорошенький асфальт приятный качественный гладкий плавный проехав первые 20 километров мы ехали по основному шоссе южно-бережная сколько я ездил там на машине вот прям два из трех я всегда там встречал группы велосипедистов сейчас почему-то не было может рано может ветрено здрасте очень тяжелый подъем кажется настал момент немножко под разгрузить ноги пару дней назад я въехал на айпетре 23 километра сплошной подъем без единой плоскости набор высоты 1300 метров так как из трех бутылок с водой у меня осталось живых только одна пришлось сделать установку в магазинчике пополнить запас воды я думал доехать в принципе на одной воде 45 километров это не так много и с собой у меня два геля я думаю что это должно хватить насколько глобальная разница в очках чего я раньше никогда не замечал и вот эти карера меня уже в пути совершенно не устраивают по сравнению вот с теми адидасами в которых я катался весь предыдущий год реально те адидасы на башке не чувствуешь они вообще не потеют просто невозможно чтобы они запотели туда не проникает вода не задувает никуда воздух эти очки по сравнению с ними небо и земля просто не знаю почему почему-то я положил в чемодан в крым вот эти вот очки на переноси сидят тяжело сбоку задувают потеют постоянно особенно стоит остановиться а так как у них на затылке затяжки то из под шлема каждый раз снимать их но это прям геморройно но они меня всегда устраивали я считал их идеальными до тех пор пока сука не покатался в идеально ну ладно тот камень лезть это уж совсем прям бред попробую пролезть сюда все здесь почему-то на горных велос гоняют жена мне говорит что в ялте во всю херачит солнце это в 25 километрах отсюда сука где она как это мощно потрясающе ну конечно же прекрасно мы въезжаем в облака а это значит что сверху от церкви мы не особо увидим что будет внизу дорога уходит вот в тот туман вам видно что впереди передо мной вон туда уходит и не заканчивается скала жесть тут походу сверху прилетает походу а вы и вот микс мей пиле ты акизи са вместо которое только что проехали называется чертова тропа такая туристическая достопримечательность или же многие называют шайтан мердвен ну ты просто по камням забираешься вверх 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 на вершину плато откуда видно ну наверно как минимум четверть полуострова крым такая классная развлекуха стоит пройтись в принципе не очень сложно лезешь на руках и ногах держишься за корни за ветки иногда камни там по метру и по полтора нужно преодолевать иногда такая просто 45 градусная щебневые обвалы и и и и и и и и Добавил субтитры DimaTorzok 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 ооооо ой ой вау вон оттуда мы только что приехали вот там поднимались тут-тут-тут там вот виден город гоним обратно сюда мы ушли очень долго обратно будем конечно чуть побыстрее потому что снимать уже нечего в обратный путь как я и хотел вниз 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 и приходим на южнобережное шоссе вон на то вот такой вид вот так вот так вот так влево вправо влево вправо вид 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 ух и и и и и и и и Честно, я даже хз, здесь лучше по правилам пешком переходить, мне надо налево. Или как тачки на ходу. Я лучше это сделаю бегом и где-нибудь подальше. Что-то красивое впереди. Впереди меня ждет туннель, и нужно будет включить фонарик. И передний, блин, свою жесткую штуку. Он даже днем светит. Впереди туннель, и он очень узкий, и он вообще не рассчитан на обочину. Субтитры сделал DimaTorzok Красиво, да, ребят? Давайте гранаты и черные смородила. Сколько стоит? Спасибо вам, приятного. Вот то место, гора Кошка, про которое я вам говорил, когда ехал сюда. И сейчас поднимусь еще наверх, покажу смотровые тропинки. Давно хочу развеять один очень насущный миф про контактную обувь. Контакты это не для путешествия. Путешествия это не контакты. Посмотрите, чем путешествуют многие люди. В шлепках или в кроксах. Вы мне все такие, ну, купи МТБшные контакты. В них можно ходить. Но по таким камням им... Ну, шипы загинаются, проходимость никакая. То есть ты вот так вот, знаешь, как ты идешь, как мудак. Ну, сейчас у меня куча неудобств в них была. Ну, по крайней мере, так как я еще снимаю по пути. Это миллион остановок. Слезть. На топталках ногу поставил, перекинул, едешь. О, классный вид. Слез, все, ты слез. А сейчас мне неудобно. Вот еще один такой вид. Подытожим. Если ты на велосипеде путешествуешь, не гоняешь по треку, не ставишь какие-то скоростные рекорды. Просто поверь. Даже не думай о контактах. Ну, а даже по этому щебню, то проскользнет нога. Я купил хоть какую-то еду, потому что все, прям все, уже откидываюсь. Тремор. Я уже заголодал, я уже не смогу подвосстановиться. Это я знаю. Придется доезжать голодному. Я не пойду туда. Хотя можно пойти сюда. Контакты. Если вы хотели со мной сыграть злую шутку, то сейчас самый подходящий момент. Смотрите, мне нравится абсолютно обычная заправка. Вот в этом вот замечательном, невероятно красивом месте, в 10 километрах от дома, я заканчиваю свою тренировку. Нажимаю стоп на фитнес-браслете. Получилось сегодня 63 километра. 4 часа. Средняя скорость 15. Максимальная скорость 58-60. Условия стандартные, все как всегда, но все вообще не так. Подъемы другие, ветер другой, воздух другой. От воздуха реально просто как будто бы пьяный. Подъемы изматывающие, подъем, за ним снова подъем. Ветер то в лицо, то в спину, то вбок. И так просто каждые 100 метров, каждые 100 метров. Это все уже перешло просто в такую какую-то суходрочку. Прощаемся на этом прекрасном месте. Буду дальше разбираться с дроном. Огромное спасибо каждому за просмотр. Для меня это очень дорого.